Добрый вечер! Сегодня пятница, я Анатолий Голе подводим итоги недели на РТР Молдова. Акции протеста в центре Кишинева по-прежнему приковывают внимание общественности на этой неделе. После митинга, организованного в воскресенье партии социалистов и партии «Наша партия», манифестации расширились, заняв пространство перед зданиями парламента и Министерства сельского хозяйства. О требованиях протестующих и что происходит вокруг протестов, а также о ситуации в стране в целом, поговорим сегодня с председателем партии социалистов Игорем Дадона. Добрый вечер! Добрый вечер! Господин Дадон, время ультиматова, который вы отвели президенту Николаю Тимофтью, для того, чтобы он подписал написанное вами заявление, но это не важно, для того, чтобы он ушел в отставку и стекло два часа назад. Мы ему несколько заявлений подготовили, одно отнесли в Кондрице, откуда, кстати, он быстренько смылся, когда видел, что мы... Одни отпечатаны, другие написаны от руки. Одно от руки написали, потом подумали, может быть, он почерк не может... Отпечатали. Да, и отпечатали, занесли в резиденцию. Заявление нужно писать собственноручно? Нет, не обязательно. Ну... Не обязательно. Желательно. Ну, я знаю, когда вот Воронин выходил в 2009-м, в сентябре, мне кажется, что не было собственноручности. То есть тоже... Когда он принимал решение оставить либо депутат парламента, мандат, либо должность президента. Но суть не в этом. Да. Что дальше? Я думаю, что это всех интересует. Да, всех интересует. Сейчас объясним нашим телезрителям и нашим сторонникам, которых, кстати, я хочу передать привет. Сейчас в прямом эфире нашу передачу смотрят и в городке Победы, городок Молдовы-Террия Победы, потому что у нас было спору, как назвать городок Победы, городок Молдовы. Я думаю, что хорошее название городок Молдовы-Победы. Или Победы Молдовы. Не так важно. Хочу обратиться к ним. Ребята, спасибо большое, что вы с нами. Сегодня еще сотни людей подъехали из районов, из Кишинева, которые хотят остаться на ночь. Кстати, сегодня вечером были проблемы с палатками. Не хватает места? Не хватает места. Вы одолжите у платформы, да, говорят, там есть свободные места, одолжите палатки или отправьте туда людей ночевать. Нам не нужны конфронтации с платформой. Почему конфронтации? Наоборот, объединить усилия. Купить, да. Пойти купить и так далее. Но вопрос в другом. Мы, Анатолий, мы осознавали, мы понимали, с кем мы имеем дело. Мы понимали, что, скорее всего, Тимофти сам не уйдет. Потому что это зависит не только от него. Если это зависело только от него, поверьте, может быть, он принял какое-то мудрое решение. Он человек подневольный. И в этой ситуации принял бы, ну, подписал бы и сказал, ребята, большинство граждан Республики Молдова так хотят. Ну, вы знаете, более 87% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении, что нужно что-то менять. Если бы Тимофти был самостоятельным, я думаю, что он бы подписал это заявление. Ну, в чем разница? Плюс 6 месяцев, минус 6 месяцев. До окончания мандата осталось уже менее 6 месяцев. Но мы знали, что он не подпишет. Поэтому я хочу, чтобы наши сторонники понимали и знали, что мы очень взвешенно и очень реалистично и прагматично подходим к тому, что нас ждет впереди. Что будет дальше? Мы созвали на завтра на 14.00 в нашем городке Победы, ну, не пресс-конференцию, но наших сторонников и так далее, где мы объявим и покажем следующий шаг, который мы вместе предпримем. Покажем, это интересно. Покажем, расскажем, проведем дискуссии и так далее. Поэтому о следующем шаге вы узнаете завтра в 14.00. Почему не сейчас? Знаете, я как президент Шахматной Федерации хочу вас заверить, что если мы будем... Да, в шахматах то же самое. Если раскрываешь все ходы и ставишь, я буду там, кроме Е2 и Е4, который все знают, буду делать еще такие вещи. Конечно, ну, так с стратегическим противником не играет. А мы имеем дело с стратегическими ребятами, которые очень хорошо понимают, что они делают. Потому что надо было вот так сделать, что при том, что они друг друга ненавидят, Филат, Плохотнюк, там, другие, они друг друга ненавидят. Но при этом сохраниться у власти 6 лет и воровать месть. Поэтому мы понимаем, с кем мы имеем дело. Мы заранее наши шаги не раскрываем. Мы даже когда поехали в Кондресу, мы же об этом не говорили. Мы сказали в конце митинга в воскресенье. Когда мы поехали в резиденцию президента, мы же об этом не говорили. Мы собрались без 15.11 вчера в городке Победы и пошли к резиденции президента. Поэтому вы увидите завтра следующий наш шаг. Он будет интересный. Он будет абсолютно законный. Это очень важно. В рамках действующего законодательства. Я хочу, чтобы вот те провокаторы, тролли так называемые, которые пишут, говорят. Кстати, у меня сегодня один из послов. У меня были сегодня две встречи с послами. Да, мы поговорим об этом. Меня спрашивают. Вот есть такая информация, что ваши люди там вроде бы готовы участвовать в митингах платформы. Чтобы там войти в правительство или куда-то и так далее. Ребята, чтобы понимали, мы знаем наших людей. Мы знаем наших сторонников. Мы не будем идти на дестабилизацию ситуации. Мы понимаем, что просто так эти ребята не уйдут. Но для этого есть конкретные шаги, которые мы будем делать. Постепенно наращивать давление на эту власть. И поверьте, ей никуда не деться. И придется сделать шаг назад. Проскользнула мысль блокировать вход в здание парламента, в другие здания. Пикетировать жилые дома политиков, что, мне кажется, вообще несерьезно. Потому что они поедут в ту же Кондрицу или в те же Холерканы. Давайте объясню про жилые дома и про правительство, про парламент и так далее. Входят слухи разные. Просто вы завысили эти обещания. План Б, план С, план Д. Мы знаем, еще раз, чтобы вы понимали, мы хорошо знаем, что мы делаем. Но я против, вот мое личное мнение, я с Ренатом, кстати, об этом не говорил, но я против протестовать перед жилыми домами. Объясню почему. Политика политикой. Личная жизнь. Но там блокировать семью. У меня у самого там дети и так далее. Я не думаю, что это правильно. И я этого делать не буду. Есть множество других методов, как это делать. Поэтому давайте не будем торопиться. Есть время, есть шаги, которые мы вместе с нашими партнерами, вместе с нашими коллегами, уже завтра о них заявим. Но, самое важное, еще раз повторяю, мы не будем нарушать законодательство, ну, кроме там, не знаю, перейдем на красный свет, там, не знаю, или пройдем в Штефан Челмаре или другие улицы не по этой, черному переходу. Или заблокируем улицу Штефан Челмаре или другие улицы. Начинается. Это тоже нет. Ну, слушайте, подождите, посмотрите. Мы сделаем все возможное, чтобы было в рамках закона. Нет, я тоже знаю какие-то... Антон, я вам могу сказать, что мы, к примеру, сегодня согласовали с полицией, что у нас на завтра, на послезавтра будут митинги на Штефан Челмаре, и мы будем устанавливать сцену. То есть... С перекрытием улицы. Ну, сцену же. Ну, послезавтра вы отменили, вроде бы, акцию протеста, чтобы не пересекаться с акцией протеста платформы ДАМ. Знаете, я предложил нашим партнерам, коллегам, что нежелательно, чтобы в один и тот же день тысячи, либо десятки тысяч людей были на расстоянии 200-300 метров, исходя из того, что провокаторов очень много. И были первые попытки провоцировать ситуацию. Мы понимаем, что провокаторы будут делать работу олигархов, либо будут делать все возможное, чтобы у нас ничего не получилось. Поэтому надо избежать возможных провокаций. И в воскресенье десяток, ну или там десятки тысячи людей, наших сторонников перед парламентом, скорее всего, не будут, чтобы ответить на вашу вопрос. Ну, сцена будет, и что будет? Будет митинг, будут разные мероприятия, увидите. Я вас приглашаю, вы были буквально недавно в нашем городке. Да, вечером захожу, проверяю, сколько... Кто спит, кто не спит, и так далее. Кто спит, кто не спит. Зайдите сегодня. И платформу ДАМ, кстати, тоже. И где интереснее, где лучше? Везде весело, мне интересно, чем все это закончится. Закончится хорошо для Молдовы и для молдавских граждан. Вот это самое важное. Но, Анатолий, сейчас, секунду, мы пойдем дальше. Я боюсь, чтобы не было, хотели, как лучше получилось, как всегда. Не получится. Который у нас, как всегда, получается. Не получится, как всегда. Партия социалистов за последние два года провела более 500 митингов. И все эти митинги были в рамках законодательства. И мы добивались тех результатов, которые мы перед собой ставили. Например? В большинство случаев. Ну, все говорили, что мы не пройдем парламент. Мы прошли парламент. Мы не будем обсуждать парламент. Все, стройку остановили. Таких примеров очень много. Но я хочу, чтобы мы понимали одно. Вот с самого начала нашей передачи я уверен, что большинство граждан Республики Молдова хотят, чтобы ситуация изменилась. Безусловно. Но чтобы ситуация изменилась в стране, не просто косметический ремонт. Нужно менять власть. Я думаю, не большинство, а все. Но для того, чтобы поменять власть, нужно менять структуру парламента. Потому что в этом парламенте большинство, более 65, даже 75 депутатов сейчас контролируют олигархи. Это Филат, это Воронин, это Канн, это Плохотнюк и так далее. Они все... Секунду, давайте закончим мысль. Поэтому, чтобы люди понимали, изменений кардинальных в стране можно добиться только путем досрочных парламентских выборов. Досрочные парламентские выборы, самый короткий путь. Потому что... Да, вот к этому я хотел прийти. Потому что вы сначала объявили схожие требования с платформой «Да», долой всех, все в отставку и досрочные выборы. Мне было интересно, если допустить это, требования были 6 сентября, если проснуться 7 сентября и узнать, что все подали в отставку. И выборы не назначили и так далее. Вы сначала пошли тоже по этому пути, потом вы структурировали свои требования и выдвинули на первый план отставку президента как кратчайший путь для досрочных выборов. Давайте объясним нашим телезрителям, чтобы они понимали. Почему отставка президента? Первый пункт, да? Нам нужно добиться досрочных парламентских выборов. Досрочные парламентские выборы могут состояться в зависимости от сценариев, либо февраль-март, самое быстрое. Сейчас объясню, в каком случае. Либо июнь-юль, либо сентябрь-октябрь. Вот есть три возможных сценария, когда могут состояться досрочные парламентские выборы. Самый близкий, самый быстрый, это февраль-март. И он может произойти только в случае, если президент подаст в отставку. Сейчас, до срока. Сейчас, раньше срока. После этого две попытки избрать другого президента и исполняющий обязанности президента, председателя парламента, обязан будет распустить парламент. Согласен. Это в течение 90 дней, ну, к примеру, завтра подает, к примеру, или этой ночи он еще может, ну, уже не успевает. 17.00 уже прошло. Подает в отставку Тимофти, 90 дней попытка, две попытки избрать нового президента до Нового года, в январе распуск парламента, 60 дней избирательной кампании, вот март досрочные парламентские выборы. Досрочных 45 дней, по-моему, ну, неважно. Как парламент решит? Можно 45, можно 60, но в зависимости... В кодексе о выборах. Нет, я знаю. Второй сценарий. Если президент не подает в отставку, тогда президент не имеет возможность распускать парламент последние 6 месяцев своего мандата. То есть до марта Тимофти не имеет права подписать просто по конституции, и любые другие движения будут неконституционные. Но в этом случае, если нам удастся, я думаю, что удастся, чтобы правительство ушло в отставку, есть 90 дней избрать новое правительство, 3 месяца. И когда у Тимофти будет возможность у президента подписать этот декрет, то есть 23-24 марта, тогда можно распускать парламент, потому что не было избрано другого правительства. И тогда выборы в июне, либо в мае, либо в июне. И третий сценарий. Это если ничего не происходит, не уходит в отставку ни президент, ни правительство, истекает полномочия 22 марта, 3 месяца, 90 дней попытки избрать другого президента. Это июнь, июль – распуск парламента, август-сентябрь – избирательная кампания, и только в сентябре-октябре получается досрочный парламентский выбор. Вот исходя из этого, Анатолий, потому что я бывал на многих передачах, но так, чтобы люди понимали, что… Совершенно понятно. Только у меня есть одно возражение на все ваши три варианта. Давайте. Первый вариант с президентом, и третий вариант с президентом – истекают полномочия, или он подает в отставку, и нынешние власти выбирают другого президента. Второй вариант – подает в отставку правительство, и нынешние власти формирует другое правительство. Вы улыбаетесь, что невозможно, знаем мы, что там происходит в Альянсе, что у них сейчас 51 депутат. Игорь Николаевич, я вас уверяю, как только настанет угроза досрочных выборов, они прекрасно договорятся. Плюс к тому, партия коммунистов делегирует столько депутатов, сколько нужно для того, чтобы избрали президента. Плюс к тому, если они не делегируют, то я процентов на 80 уверен, что из партии социалистов несколько человек проголосуют. И что вы будете делать? Допустим, по партии социалистов. Допустим, вас это задевает не будем. Да не то, что задевает. Что будет? Они выберут президента. Вы же знаете прекрасно, что они выберут президента сейчас. Найдут Тимофтий номер два. Анатолий, вы хотите все сразу. Первый шаг – нужно добиться отставки президента. И мы будем давить на это, чтобы добиться отставки президента. Я хочу посмотреть, как они будут держаться в этой власти еще два месяца, три и так далее. Я хочу посмотреть, как они будут платить пенсии, зарплаты буквально через месяц-полтора. Потому что я знаю, какова ситуация в бюджете. Я знаю, что около 6 миллиардов лей, хочу заметить, 6 миллиардов лей, которые неоплаченные расходы бюджетной сферы. Около полтора-два миллиарда лей не заплатили в сектор образования. Ну что-то вернут. Сейчас, может, из миллиарда что-то вернут. Да не вернут они ничего, не для этого украли. Поэтому ситуация... А есть еще у нас проблема с тарифами сейчас, вот скоро, 1 ноября. То есть ситуация очень плохая. И удержаться им у власти, поверьте, шансов нет. Для нас очень важно. Для нас очень важно. То, что ситуация плохая, и власти это понимают, я прекрасно тоже понимаю, как и понятно и то, что они опасаются досрочных выборов. Именно поэтому сорвали переговоры с МВФ. Потому что не хотят брать на себя обязательства, не зная, как пойдет дальше. Я об этом и говорю, что ни протестующие, ни власти не знают, какой выход из этой ситуации, что дальше будет. Мы очень хорошо понимаем, что дальше. Что вы понимали? Если вдруг... Ну, давайте, возьмем ваш сценарий. Вот избрали президента. Ушел Тимофти. Избрали президента. И пытаются избрать другого. Я не думаю, что люди просто так будут сидеть в палатках и ждать, пока там попытаются избрать президента. Я не думаю, что это все так просто. Что люди вот где-то в январе, либо в декабре... Если кто-то думает, что вот руки... Вот люди руки опустят там и все. Накроется медным тазиком вся эта процедура. Тогда скажите, что мы не исключаем революционным путем взять власть. Будет все... Путем государственного переворота. Будет все законно. Вот скажите мне, пожалуйста, может депутат парламента... Знаете, наш плюс по сравнению с платформой какой? Что вот у наших протестов есть 24 депутата парламента. Есть крупнейшая фракция в парламенте. Мы можем требовать не только на площадь, как платформа, да, там кричат. Ну и в парламент. Мы можем войти в парламент. Мы можем взять с собой каждый день, не знаю, 10 человек хотят пойти на прием граждан. Можете участвовать в выборах президента. 10-15 человек могут пойти на прием граждан. Ну 15 человек умножить на 24, это сколько? Уже 300. Уже и так далее. Анатолий. Видели мы, как заносили Шелина в парламент в свое время и чем это кончилось. Давайте мы пойдем шаг за шагом. Кстати, еще одно наше требование, чтобы мы закончили с требованием. И почему отставка там разных руководителей. Мы считаем, что следующий президент народ должен избирать напрямую. Мы должны вернуть право людям избирать напрямую президента. И кстати, мы, социалисты, разработали всю законодательную базу, то есть изменения в Конституции, чтобы это сделать. Абсолютно согласен. Но вы требуете досрочных выборов, парламент не успеет принять поправки в Конституцию. Успеет. Можем найти выход в этой ситуации. Это не проблема. Главное желание, чтобы было. Проблема. Мы считаем, что народ должен выбрать сильного, жесткого президента в этой ситуации. Я тоже считаю, что народ должен выбирать президента. Я думаю, что это единственный выход, чтобы Молдова сохранила себя как государство. Но для того, чтобы эти выборы досрочные прошли в равных условиях для всех, нужно до выборов убрать руководителей разных структур. Нужно разобраться с Центральной избирательной комиссией, которая снимает, кстати, партию перед выборами за 2-3 дня. Нужно разобраться с судебной системой. Кто у нас там рулит семьи. Нужно разобраться с прокурорами. Вот это нужно делать, а не требовать отставку президента. Подождите, подождите. Нужно сначала реформировать все эти структуры. Разве нет? Анатолий, можно снять Драгуцана и поставить Бубуцана другого. И от этого ничего не изменится. Потому что будут те же олигархи в парламенте. Нужно понять, что досрочные парламентские выборы дадут результат, который требует народ. Только если поменяем и руководители разных структур. Поэтому мы выдвинули параллельно. И буквально на этой неделе эти проекты, решения мы зарегистрировали во всех парламентских комиссиях. Снять с должностней в жестком порядке и по-быстрому руководители ряд структур. Тот же аудиовизуал. Вы смотрите аудиовизуал, что делать с вами. Ну, с РТР. И вместо Драгуцана назвать Бубуцаном? Нет. Нет? И вот здесь очень важный момент. Очень важный момент. Вместо господина Чукана в КСТР назначить кого? Вот пригласили, послушайте. Ну, пожалуйста. Сняли правительство, сняли руководителей. После этого мы считаем, что на переходный период до парламентских выборов должен быть какое-то правительство техническое, профессионалов. Вот эти 3-4 месяца, сколько оно будет. Который берет на себе управление властью, государством. Потому что нужно платить пенсии. Нужно платить зарплаты. Нужно как-то держать ситуацию. Керенского нужно найти. И обеспечить нормальное функционирование государственных институтов. Не мы. Потому что мы придем во власть через выборы, через досрочные парламентские выборы. Но точно не эти. Не Филаты, не Гимпу, не Канду, не Лупу, не Плохотнюки и так далее. Вот нужно их убрать. Мы не лезем во власть. Находим правительство профессионалов, технократов на 3-4 месяца переходный период, который обеспечивает нормальное функционирование института власти. Игорь Иванович показывает здесь эти медиа Филата, как я когда-то встречался с Гришей Петренко. Ну, чтобы они знали, он и у нас в офисе был. И у нас хорошие отношения были всегда. Мы, кстати, нашу позицию... Игорь Петренко, сегодня продлили арест. Кстати, чтобы вы знали нашу позицию, партия социалистов, мы категорически осуждаем то, что у нас происходит с политзаключенными. Мы выступили в поддержку этих ребят. Конечно, мы немножко не согласны. Мы им предлагали, чтобы они не торопились и не выходили 6 сентября. Но у них есть своя политическая повестка дня. И они приняли решение выходить. Это их не дело. Но мы солидарны с ними. Мы готовы их поддержать. Наши юристы, кстати, оказывают необходимую помощь. Кроме этого, наш депутат Нигуца, который парламентской ассамблеей Совета Европы является от Молдовы, выступил. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы ребят побыстрее освободили. Это так, позиция, чтобы люди знали. Да, я хотел спросить, почему вы, партия социалистов, ждали до конца сентября, до 22 сентября? То есть, до того момента, когда осталось ровно 6 месяцев и по закону распускать парламент нельзя. Почему не случилось это раньше? Во-первых, мы об этом заявили еще в середине августа. Да, было заявление. В середине августа мы вышли с призывом к людям, что нужно выходить протестовать. И сейчас, вот я хочу президентам еще раз сказать, что единственный выход, добиться результатов, это протесты. Массовые протесты. Если нужно будет забастовки, забастовки на предприятиях, государственных учреждениях и так далее. Это мирным способом добиться результата. Но в августе мы заявили, что мы поднимаем весь народ, всех наших сторонников на протесты. Что мы сначала пройдем по районным центрам, по разным городам. И мы это сделали. Для того, чтобы в конце сентября прийти в Кишинев и проводить акции протестов. Было ваше сгибление, в котором была дата. Анатолий. 22 сентября срок. Почему срок? Просто времени мало, вопросов много. Я хочу как можно больше вопросов задать. Избирательная кампания еще не началась, поэтому... Но она будет. Вы в этом уверены, что она будет. Мне нравится ваш оптимизм. Я сказал, избирательная кампания пока не началась. Насчет результатов наших протестов, хороший оптимизм, трезвая оценка ситуации. Мы сделали последнюю попытку использовать парламентскую трибуну. Я хочу отметить, что в течение этого года мы трибуну парламента использовали по полному. Ну в каком смысле? Законопроекты по отставку 1, 2, 3, 4. Впервые я говорил о краже миллиарда. Кстати, в этом парламенте первые социалисты об этом говорили. И после этого узнали публика, медиа, журналисты. Те же европейцы, американцы, которые делают умные глаза. Я их спросил, ребята, вы что, вы не видели, как миллиарды уходят с Молдовы на офшорные счета этих ребят? Конечно, видели. Они же это видели. И когда я говорю западников, ребята, вы должны признать часть своей вины во всем этом. Потому что то, что произошло, вы сидели тихо и молчали. И вы видели, что миллиарды уходят туда, миллиарды уходят туда. Они, кстати, признают, насколько я понимаю. А тогда я себе задаю вопрос, не хочу лезть в геополитику. Тогда зачем вы нам нужны? То есть вы видели, что эти олигархи воруют миллиарды. Вы давали им деньги дополнительно, гранты, кредиты, которые я должен и вы, и наши дети возвращать. И вы нас зовете в Европу, европейская интеграция. Так какого она там нужна нам? Если европейская интеграция и движение в Европу позволят олигархам воровать, как конходру Мари. Нет, вопрос правильный. Это чисто спекулятивный подход. Почему спекулятивный? В избирательной кампании будем говорить об этом. Подождите, это не спекулятивный, это принципиальный момент, потому что ихняя европейская интеграция и история успеха накрылась медным тазиком. У Молдовы европейская интеграция, в Молдове европейская интеграция обанкротилась. Здесь поставим точку. Не, обанкротился режим, который скрывался, прикрывался европейской интеграцией. Вот эта позиция интересна. Давайте объясним телезрителям. Нет, давайте вернемся к вопросу 22 сентября. Сторонники европейской интеграции что говорят? Говорят, слушайте, вот эти плохие сволочи, олигархи украли. Вот выберите нас, мы проевропейские такие пушистые. Вот мы будем лучше, чем они делают европейскую интеграцию. Кто говорит? Я не про вас говорю. Нет, я политикой не занимаюсь. Платформа отдает другие. Я себе задаю вопрос, слушайте. А все, что воровали эти ребята, Запад видел. Где гарантии, что вы не будете воровать? Та же система, те же смотрящие из Брюсселя, из Вашингтона. Игорь Николаевич, гарантии, что вы не будете воровать, у меня тоже нету. И ни у кого нету. Я считаю. Я грубо говорю, что другие политики, которые придут. Нужно завершить всю эту европейскую непонятную интеграцию. Нужно проводить референдумы, нужно аннулировать сначала соглашение об ассоциации. Проводить четкий, ясный референдум по геополитическому вектору. Но вернусь, почему... Вы опять в геополитику. Мы поговорим о геополитике тоже. Почему 22-го? Да. Мы дали последний шанс парламенту. И мы, кстати, зарегистрировали инициативу от наших депутатов 24. Нужно было еще 10 подписей, чтобы собрать экстренное заседание парламента. Эти партии из парламента, эти депутаты к этому относились так. Да. Мы дали возможность до 22-го. Соберитесь. Ребята, давайте соберемся. Давайте оставим протесты в сторону. Соберемся, решим проблему. Нет. Они никакого решения не приняли. Сейчас будем их давить через улицу. И я думаю, что у нас шансы будут. И вы увидите, что будет экстренное заседание парламента. Будет и отставки. И будут и выборы. И так далее. Отставки будут, не сомневаюсь. А если бы не было протестов, были бы отставки? Насчет всего остального я не знаю. Анатолий, вот честно, давайте скажем честно. Если бы не было этих протестов. Платформа, да, наши протесты. Были бы отставки, не было. Это я месседж для граждан. Согласен. Благодаря нашим протестам совместным. Я говорю все протесты, не только социалистов. Нам удалось, секунду, нам удалось заморозить рост тарифов на электроэнергию и на газ. Кстати, очень неправильное решение, на мой взгляд. Я считаю, что нужно ее аннулировать. И мы будем настаивать на аннулирование. Но, я говорю, результат протестов. Заморозили тарифы. Драгуцану ушел. Не акт и результат, потому что ситуация в банковской системе не изменилась. Но это объясняет, что путем протестов, массовых протестов, можно добиться результата. Я это сказал и охотника. Вот я два дня назад с ними встречался случайно, вот там перед Минфином. Смотрю, много людей. Говорю, неужели наши сюда пришли? Все в форумах. Говорю, рановато, чтобы в форумах все пришли. Я так понимаю, вы готовите почву для того, чтобы прекратить протесты. Вот чего-то добились. Какие-то результаты есть. Игорь Николаевич. Анатолий, мечтать не вредно. Ни вам, ни власти. Я мечтаю, чтобы был мир. Анатолий, не соскочим. Дай бог. Убедите. Дай бог, посмотрим. Просто у меня, вы не убедили меня в вашем заявлении по поводу 22 сентября. Вы ярый евроинтегратор. И телезрителей вы тоже не убедили в том, что вы ждали. Не говорите за телезрителей. За себя говорите. Вот даже ребята эти два оператора поверли. Поэтому не надо. Вы ждали 22 сентября, чтобы осталось менее 6 месяцев до выборов президента, чтобы нельзя было распускать парламент. Вот у меня лично сложилось такое впечатление. Но останьтесь при своем мнении. Остаюсь при своем мнении. Первое. Второе. Вы голосовали за президента. Он выдержал ваш тест на государственность. Он был хороший 3,5 года. В 2013 мы требовали его отставку. И здесь в вашей студии, Анатолий, мы требовали его отставку. Что же вам помешало требовать и в 2013, и в 2014 году, и в 2015? А ждали, чтобы осталось полгода до выборов? Анатолий, мы выводили и в 2013, и в 2014. Я говорю, мы провели более 500 протестов. Социалисты протестовали не только в Кишневе, но и в Брюсселе протестовали. Кстати, эти европейцы, когда нас там увидели, несколько десятков наших ребят, у нас есть опыт. Мы проводили протесты, и мы возмущались весь этот период. Но мы считаем, что такой тяжелой ситуации, как сейчас, у Малоева еще не было. Когда еще была ситуация, когда более миллиона 200 тысяч граждан за чертой бедности? Что будет делать пенсионер, у которого 800, 50, 900 лей, и у него тарифы 200 долларов? Что будут делать сельхозпроизводители в этом году, которые хотели просить хотя бы 100 миллионов лей? А эти украли миллиард долларов, 20 миллиардов лей, и не нашли 100 миллионов датсельхозпроизводителей. А вы начали избирательную кампанию? Да не начали избирательную кампанию. Рано, рано. Кстати, об избирательной кампании, чтобы вы знали нашу позицию. Я считаю, что избирательная кампания, ну не то, что избирательная кампания, но общение с людьми начинается сразу после окончания вот этих выборов. И кстати, это классика жанра, избирательная кампания начинается на второй день после выборов. И кстати, в большинство селах и городах, населенных пунктах, где голосовали массово за социалистов, примары там, председатели районов, я в этих селах вот за три месяца лично уже побывал. И не могу много там решить для них, я не у власти. Но если я знаю, что вот нам здесь поверили, я даже очень маленькое село, я туда еду, встречаюсь с людьми, объясняю нашу позицию, благодарю их за поддержку, пытаюсь что-то решить. Потому что не надо идти к людям только раз в четыре года перед выборами два месяца с кульками, с рисом, и картошкой, и сахаром, как это делают эти евроинтеграторы. Вы по поводу второго варианта отставка правительства. У вас был прекрасный шанс для того, чтобы отправить правительство в отставку в апреле месяце. Так оно ушло. Вы им не воспользовались. Вы им не воспользовались. Вы как не хотели искренне отставки президента, так не хотели и отставки правительства. Я не верю, я не верю, что вы не могли найти один голос, кроме Ирины Влаг даже, для того, чтобы выразить вот у меня доверие, чтобы не допустить этого беспредела. Потому что я считаю... Еще скажите, что мы участвовали в беспределе. Я считаю, что принять утверждение государственного бюджета путем принятия правительственной ответственности на себя является беспределом. Потому что в Конституции сказано, как принимается бюджет. Но вы как-то очень скромно так, имея вот эту самую крупнейшую в парламенте фракцию, чего стоит крупнейшая в парламенте фракция, которая не может выразить в этом недоверие правительства? Анатолий, я понимаю ваш сценарий. Вот я смотрю, какие вопросы есть. Может быть, есть более нормальные. Я понимаю, что вам не нравятся мои вопросы. Вы ищете такие, чтобы сказать, как вы думаете про народ. Мы же с вами не первый раз. Конечно. Но я же без проблем отвечаю на любые вопросы. Давайте поставим так по полочкам, чтобы было понятно. Для того, чтобы выразить вот им недоверие или запустить процедуру, нужно 26 голосов. У нас было 25 голосов на тот момент. 25 фракций социалистов. Мы обратились ко всем фракциям в парламенте, ко всем. И сказали, ребята, если не хотите подписать наше, потому что социалисты сделал, потому что Дадон, рука Москвы, как говорят некоторые. Не хотите подписать, я ей Лянко сказал. Говорю, ты против, Лянко, этих законов? Говорит, против. Говорю, тогда, слушай, не подписывай наше. Запусти ты одним депутатом, и мы все 25 подпишем твое заявление. Они этого не захотели. Поэтому говорите о том, что хотели, не хотели и так далее. Оставьте это сказки про белого бычка. Я знаю, что если дает желание, то в парламенте Молдовы один голос найти можно. В той же партии коммунистов. Не надо было у Лянко, не надо было у Гемпу. Господин Анатолий Голин. Ну, вы знаете, у кого надо искать. Вы знаете, у Воронина могут найти голоса, и мы видели демократ очень быстренько. Вот они объявили о том, что у них там свадьба скоро будет. Кстати, пошли... По осени, по осени играют молдавские свадьбы. Хотел сказать одно некрасивое слово, но вместе ложились в прошлом году. Дождались 9 месяцев, что прошло, и только сейчас регистрировали брак. Надо было перед выборами регистрировать, чтобы люди знали, не голосовать за коммунистов. Я предупреждал, голосуйте за коммунистов, это голос за Плохотнюка. И это было и на местных выборах, и это было и на парламентских. Но, отставка правительства. У этой власти, у этого альянса сейчас 51 мандат. Ну, так, у большинства. Сейчас, да? Я не буду говорить, что мы этим занимаемся, мы этим не занимаемся. Но я знаю точно, что... А что господин Усатый занимается? Он лично сказал, что он лично занимается тем, чтобы до конца этой недели было меньше 51. Пусть занимается. Я знаю точно, у меня есть информация, что в ближайшем время, не знаю, до конца этой недели, до конца этого дня, следующего, у этой власти не будет парламентского большинства. Но вы также знаете, что если кому-то нужно будет, то у них будет 55. Давайте поговорим об этом. Сейчас мы скажем о сценарии, дальше, что может быть. Вы спросили про отставку правительства. Я уверен, что отставка этого правительства не за горами. Я думаю, что отставка правительства, ну, несколько недель, ну, максимум в ноябре. Максимум в ноябре. Я этот срок обозначил для Стрельца в июне, или когда за него голосовали, я сказал, что отставка этого правительства будет до конца года. Я сказал, что будет не по старому, а по новому стилю. Поэтому, чтобы знали, правительство в это уйдет. И я думаю, что оно может уйти, и, скорее всего, в ближайшее время мы постараемся найти две подписи для того, чтобы зарегистрировать Мусьюни и Дечензур. Мы надеемся, что мы это сделаем до первого заседания в парламенте. Странно, в апреле не нашли, сейчас найдете, где же я. Сейчас другая ситуация. Сейчас другой, видите, разброс какой. И коммунисты. Вот Владимир Николаевич вышел, для меня было очень интересно, на одной передаче. На этой неделе, на прошлой. На прошлой неделе. Сказал, что он готов голосовать вместе с социалистами за отставку всех. Владимир Николаевич, а где вы были? И готов с демократической партией объединиться. И вообще ко всему готов. Не, не, главное, чтобы выборы не были. Досрочные, потому что иначе они могут не попасть в парламент. Но голоса для инициирования процедуры по отставке правительства, я думаю, что мы найдем. Я думаю, что это правительство уйдет в отставку. Вопрос, что будет дальше? А дальше все зависит от того, уйдет президент в отставку или нет. Если запустится механизм приближения досрочных парламентских выборов, я не исключаю, что и другого правительства не назначат. Но, во всяком случае, мы будем работать в этом направлении. То есть, чтобы был хаос? Я на ваш... Чтобы был хаос. Опять хаос. Ну, так если... А сейчас что? Если нет правительства, нет. Вы сказали, что будет техническое правительство. Подожди. Анатолий, а сейчас у нас в стране что? Вы 10 минут назад сказали, что будет техническое правительство. Мы будем настаивать на техническом правительстве. Я понимаю, страна управляемая. Анатолий, секунду. Анатолий, секунду. А сейчас хаос или не хаос? Сейчас, конечно, хаос. Так куда хуже? Пусть уходят все, и президент, и премьер, и все руководители. Хуже не будет. От этого народу хуже не станет. Все. И досрочный парламентский выбор. И закончили все это дело. Я думаю, что мы все время сталкиваемся с ситуацией, достаточно часто, в последние, да, за всю историю молодого, когда кажется, что хуже не будет, а потом оказывается, что есть еще куда и хуже. А у нас в городке Победы сейчас чай есть, а у вас есть какие-то холодные воды? У вас в городке Победы, как вы сказали, про результаты через 9 месяцев, я думаю, что через 9 месяцев повысится рождаемость. Не было замечено таких вещей. Это ничего плохого. Я не знаю, что вы... Я в хорошем смысле. Анатолий, у меня большие вопросы. Что вы ищете вечером в нашем палаточном городке, если вы об этом говорите? Будете способствовать, не только вашим, я сказал и платформу, да, мне нравится смотреть, как люди протестуют. Я на самом деле... А при чем здесь, подождите, объясните телезрителям, им интересно. Что вы ищете в нашем палаточном городке, если вы думаете, что через 9 месяцев появятся дети? Проверяю, почему ваша палатка пустая, почему вы не ночуете в палатке? А супруга знает, что вы там? Супруга знает, конечно. Вы же селфи сделали, на фейсбук выставили. И после этого, когда ушел я домой, ушли и вы домой. Анатолий, давайте шутки оставим в сторону. Ну так... Вы не обижаетесь. Вы начали. Нет, так вы и начали. Нет, нет, нет. Чтобы я объяснил по поводу того... Сколько раз ночевали в палатках за прошедшую неделю? Два или три раза я ночевал в палатках. Я объясню, потому что я нашу позицию сразу... Меня спрашивает... Секунду. Ваш партнер, господин Усатый, насколько я знаю, ночует... Я не проверяю. ...еже ночью. И у меня нет... У меня много других забот, чем проверять, где и с кем спит Ренат Усатый. Поверьте, не мое это дело. Пусть он человек холостой и делает все, что хочет. Я объяснил сразу, что я постараюсь все свободные дни... Ну вот когда вот пятница на субботу, вот этой ночью я буду там спать. Суббота на воскресенье. Что я буду там спать. Постараюсь в течение недели. Но каждый вечер, каждую ночь, а там минимум до часа-двух, минимум... Вот позавчера мы ушли в 3.30 оттуда. Я ушел. Почему? Потому что мне утром нужно своих детей отвезти в школу. У меня вот, вы знаете, трое сыновей маленькому... Восемь. Маленькому восемь месяцев. Ну это понятно. Восемь. Ну что понятно? Это понятно. Ну не понимаете, когда я про детей. У всех. Не нравится про политиков говорить, про детей говорить. Вы скажите, что до полчетвертого делали? Разрабатывали план Б? Рисовали планы. План Б? Не план Б. Рисовали планы, как... Что делать дальше страной? Как выводить страну из кризиса? Как платить пенсии? Я обещал, что буду отвечать на вопросы отсюда. И вот здесь хороший вопрос, господин Долдон. Можете ли вы пофамильно назвать тех, которые там украли и так далее, и так далее? И создается впечатление, что вы хотите их только снять без уголовного наказания? Нет. Мы по Драгуцану потребовали, чтобы он появился, ну явился в нашу комиссию. Кстати, в эту среду, позавчера, он не пришел, хотя сначала сказал, что придет. Я уверен, что Драгуцан должен сидеть в тюрьме. И он сядет в тюрьму за то, что он сделал с нашей банковской системой. Кстати, он пока президент Национального банка. И это касается всех тех, которые были замешаны в краже миллиардов и без пределов. Вопрос был действительно очень хороший. Пофамильно можете называть? А я всегда говорил, что те, которые виноваты... Те, кто причастны к краже миллиардов. Давайте, не только миллиардов, давайте в целом, это ситуация, которая у нас сейчас в стране. Вот плохая, потому что ситуация не только в банковской системе плохая. Ситуация в общем плохая. Это понятно. Поэтому мы пофамильно, я называю всех руководителей, начиная от Филата, Лянка, Канду, Лупу, Плохотнюк, кто там, все руководители, абсолютно все. Вопрос был по финансовой банковской? Нет, не по финансовой банковской. Там был общий вопрос. Кто виновен? Кто виновен? Сейчас, сейчас посмотрим. Как там звучало? Нет, был общий вопрос. Но если вас интересуют по финансовой банковской системе... Кто причастен к этой афере века, как его называют? Я знаю одно, что скорее всего у Плохотнюка есть доказательства, что там причастен более активен Филат. И он этим его... Я же взял крючок. Секунду. Господин Уссатый сказал, что вот я не могу доказать, что Плохотнюк к этому причастен. По всем остальным я могу доказать. А как он может доказать, а как я смогу доказать, если мы не власть? Давайте я вам скажу. Я думаю, я считаю, что причастны были, в принципе, все. Но большая доля вины те, которые непосредственно контролировали государственный пакет Банка деэкономии. Это кто? Это Министерство финансов. Подчиненное Министерство финансов кому? Это Пеледемия, то есть партия Филат. Это, чтобы было понятно, потому что я знаю, что такое управление государственными активами. Но то, что были замешаны все, я задавал этот вопрос и в парламенте. Как мог прокурор или руководитель Национального центра по коррупции, по антикоррупции, как он называется? Национальный центр по борьбе с коррупцией. По борьбе с коррупцией. У них есть система электронная. Обслеживание, да, это понятно. И они когда видят, что уходит миллион лей, они сразу бьют тревогу. Он не уходит без одобрения, без того, чтобы… Нет, нет, там по-другому. Там систему по-другому. Но вопрос в другом. Когда он заран делал ОМСИМПЛУ, все хозпроизводители покупают трактор, либо новый комбайн взял кредит, либо его сын работает в России, либо в Италии, дали ему там 30-40 тысяч долларов. И он покупает, взял еще кредит на 50 тысяч долларов, на 60, покупает какую-то технику и миллион лей. Его сразу приглашают, говорят, слушай, мужик, откуда у тебя деньги? И он должен доказать, что у него деньги миллион лей, вот оттуда, оттуда, оттуда. Естественно. А здесь ребята с центра видят, что уходят миллиарды, и они молчат. Пока мы в парламенте не подняли этот вопрос, мы как парламентская оппозиция, кстати, что такое парламентская оппозиция, с трибуны они сказали, создаем комиссию анкеты, и пригласили всех, об этом все молчали. Знаете, их не надежда в чем была? Они надеялись, что я не пройду в парламент. Потому что Воронина они раньше уже взяли в оборот, и все другие об этом знали. И думали, да кто поднимет там, если мне парламент поднимают, пусть поднимают. Нет возможности сделать депутатский запрос. Я не буду задавать традиционный вопрос о том, что кражи в банкной экономии начались еще в вашу бытность министром экономики. Нет, задайте. Но хочу спросить, задайте этот вопрос, по что он ваш? Если бы банкной экономии закрыли в 2013 году, потому что был такой вариант при обсуждении, то можно было бы избежать вот этой ситуации? Нет, концы ушли бы в воду. Конечно, после этого они украли еще больше. Но я против закрытия банкной экономии. Я считаю, что у государства должен быть коммерческий банк, через который он проводит социальную политику и серьезные государственные стратегические инфраструктурные проекты. Но теперь уже все? Нет, не все. Не торопитесь. Я считаю, что, во-первых, ликвидировать эти банки не так просто. Если кто-то думает, что это СРЛ, вы пойдите, СРЛ закройте. Ну, решение как бы принято. Сегодня объявили, что с 9 октября блокируются карточки. Анатолий, как они приняли решение, так мы ее и отменим. Эти банки нужно вместе соединить, сделать слияние и сделать единый государственный банк. Для того, чтобы у государства была возможность проводить свои стратегические интересы в экономике. Особенно банка Сачала, Унибанк. Это называется уже большевизм, экспроприация. Если нужно будет национализировать... Господин Шор, акционер главный Унибанка, он возмутится, скажет, это мое. Он не только возмутится, у него и другие проблемы будут. Но проблема в другом. И банка Сачала, акционеры есть. Если нужно будет национализировать, будем национализировать. Но здесь проще, чем национализация. Эти банки должны государству 15 миллиардов рублей. Если конвертировать эти долги в акции, доля государства будет 99,9 целых. Исходя из установок капитала этих банков на сегодняшний момент. То есть мы это можем сделать либо через национализацию, либо через реструктуризацию долга. И мы это будем делать. Я считаю, что эти банки ликвидировать категорически нельзя. Мы это кто? Это власть, которая придет... Это следующая власть, которая придет в результате досрочных выборов. Следующая власть, кто будет у власти? Вы и усатый? Вы уверены, что у вас будет большинство в парламенте? Мы готовы сотрудничать со всеми теми, которые согласны с тем, что предлагают социалисты. Чтобы я не повторял. Если социалисты возьмут сами большинство, то здесь проще. Потому что если... Вы опять будете исключать усатого из избирательной кампании? Чтобы взять большинство? Ну, не знаю. Слушайте, Антолий, ну вот дергайтесь. Нет, нет, ну как пренебрегать? Подождите, я хочу, чтобы вы понимали, Анатолий... У нашей партии рейтинг выше, чем у партии социалистов. Вы говорите, что вы сами... Потому что я знаю, к какому вопросу вы клоните. Если партия социалистов возьмет само большинство, мы аннулируем соглашение об ассоциации с ЕС. Ну, это не так просто сделать. Вы на других каналах уже признавали, что это достаточно сложно сделать. Секунду. Аннулируем соглашение об ассоциации с ЕС. Возобновим стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Постараемся аннулировать, постараемся возобновить. На секунду. Создадим серьезную, эффективную государственную вертикаль власти. Чтобы было государство сильное. Если мы не возьмем парламентское большинство... Вот есть первый сценарий, есть второй. Нам нужны будут партнеры. Так вот с этими партнерами, один из которых реально, и мы об этом говорили. Я надеюсь, что нам нужен будет только один партнер, не два-три. Нам это, ну, это Молдовиняцкое в парламенте не нужно. Если это будет партия нашего партнера на данном этапе Усатого, мы вместе договоримся о том, чтобы сделать раз, два, три. Если не получится аннулировать соглашение об ассоциации на первом этапе, нужно хотя бы ее поменять для того, чтобы возобновить отношения с Россией и провести референдум. Но позиция социалистов жесткая. Мы будем требовать динонсаций, соглашения с Европой, ассоциаций. До этого вы будете добиваться изменения Конституции для того, чтобы были всенародные президентские выборы? Обязательно. При изменении Конституции, чтобы были досрочные прямые президентские выборы, вы будете исключать из Конституции положение о возрастном цензе для кандидатов на пост президента? Потому что ваш потенциальный партнер, господин Усатый, не скрывает намерение баллотироваться, а ему только 37 будет через месяц. Все зависит от того, где будут эти изменения Конституции. Где будут? Как будут проводиться изменения Конституции? В парламенте. Нет, нет, есть два. Второй путь, он довольно сложный. Есть через сбор подписей, и есть через парламент. Так вот, процедура через парламент, в прошлом году, когда была инициатива об изменении Конституции, там не было ничего в возрасте. Я думаю, что через парламент менять возраст практически будет очень сложно. Я так думаю. Ваше мнение? Нужно исключить это положение? Знаете, я не вижу в этом никаких проблем. И не то, что для Усатого. Не то, что для Усатого, для Рената и для других. Я не вижу в этом проблем, чтобы все могли участвовать в этом. Я не вижу здесь абсолютно никаких проблем. Но еще раз говорю, все зависит от того, каким путем будем менять Конституцию. Есть возможность через сбор подписей, есть возможность через парламент. Мы настаиваем и настаивали, чтобы поменять Конституцию в парламент. Почему? Чтобы не идти сейчас 400 тысяч подписей собирать. Но в любом случае есть процедура 6 месяцев. Я знаю про заключение. Поверьте, у меня есть третье образование, у меня есть два образования основных, еще одно, третье это юридическое. Мы все это знаем хорошо. Процедуру как и так далее. Если так по закону подходить, прямые президентские выборы, которые я поддерживаю 15 лет, выступаю за это, они сейчас реальны только для следующих президентских выборов, не для ближайших. Для ближайших практически невозможно по срокам. Все зависит от того, если будет политическая воля. Если будет политическая воля в парламенте, то можно сделать и побыстрее. То есть, если нельзя, но очень хочется, то можно. Да, конечно. Мы подходим к концу передачи. Акции протеста продолжатся до Нового года, до Таэту Пурчейлор, как вы сказали. Подождите, некоторые в нашей стране, в Бричанах, к примеру, у них Крачуну 25-го. Ну... Что вы делите? Есть такие, есть другие. Я не делю, я спрашиваю. Кричалу спадить Таэту Краченшу, пидоу защищенщик, спадить 3 патруль, спадить фуктон загонку. У меня уяль в анаторию, с годом додон. Давайте сделаем загон в парламенте, там и разберемся все вопросы. Главное, чтобы поросята были. Я, ну если серьезно... Что с акциями протеста? Анатолий, если серьезно, мы будем настаивать и будем протестовать до того, как получим результат. Мы готовы к этим акциям протеста. Люди готовы протестовать. Я говорил, что сегодня вот несколько десятков, если несколько, около 200 человек приехало из районов. И они будут непартийные и дальше? Что? Непартийные будут? Они будут и дальше непартийные митинги. Мы не случайно вышли с инициативой, чтобы они были без геополитического вектора. Чтобы не говорили, что мы здесь протестуем за Европу, либо за Россию. Потому что цель досрочные парламентские выборы. Цель убрать олигархов. Они будут без партийных флагов. Там у нас только два флага. Флаг Штефана Чалмария, исторический. Да, только флаг Штефана Чалмария, когда вы были... И флаг Республики Молдова. Когда вы были в партии коммунистов, флаг Штефана Чалмария, я помню, был красно-синий. Слушайте, мы... И очень долго спорили по этому поводу. Сейчас он стал красный с изображением головы боевого. Подождите, мы... Ну, было такое. Спорить об этом не надо. Есть исторический флаг, есть об этом всем известный и так далее. Но, чтобы вы знали, мы будем протестовать до получения результата. Я не исключаю, что результаты мы получим быстрее. И не надо будет сидеть там до весны. Если нужно будет сидеть дольше, будет сидеть, не проблема. Если план Б не даст результатов, то будет план С. Даст. И план Б даст. Я вас приглашаю завтра в 14.00 на площадь перед парламентом, чтобы все услышали. Будьте интересно. И в 14.00, и после этого, и завтра, и послезавтра, и до победного результата. Спасибо. И спасибо за участие в сегодняшней передаче. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я Анатолий Голя. До встречи в пятницу. Всего вам доброго. Уважаемые телезрители. 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 Продолжение следует...